привет всем дорогие друзья и подписчики моего канала эти навигатор с вами мы продолжаем серию наших уроков по java script и сегодня обсудим основы синтаксиса java script ну скажем так прежде чем переходить к детальному изучению основ языка программирования java script рассмотрим некоторые базовые моменты его синтаксиса код java script он состоит из инструкций каждая из которых завершается точкой с запятой ну давайте откроем до наш уже традиционный примерчик почистим его давайте удалим наши вот эти вот заголовочки с предыдущего урока вот и давайте берем alert из нашего хэда так замечательно и так 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 и давайте откроем наш java script код сплите нам то есть рядышком сделаем окошечко отлично и давайте раз комментариям ссылочку на наш файлик скриптом будем уже писать красиво приучаемся разделять это все дело на файл и так и так в общем alert смотрите alert hello world это у нас наша первая инструкция да то есть . запятой пробел допустим war не перешел на английский war это ключевое слово то есть от слова variable переменная она используется данное ключевое слово используется для объявления переменных ну допустим war а равно там из 2 плюс 2 и точка запятой это вторая инструкция да ну и давайте выполним теперь знаю давайте alert alert а ну давайте здесь по красоте напишем что-нибудь типа вычисление выражение так мы описали с вами три инструкции да то есть выполнится первое нам потом вторая и собственно третья инструкция то есть начали вы увидится alert с нашим текстом потом мы посчитаем нашу переменную 2 плюс 2 и выведем данную перемен так давайте откроем наш файлик индекс html вот до вычисления выражения отработала первая инструкция и вы его 4 до замечательно но как бы друзья моя вам сразу же рекомендация специально написал в одну строчку рекомендация каждую инструкцию писать с новой строчки а блоки кода там до логически там разделять пустыми строками это ну как бы более красиво и опять же таки вам самим будет приятнее читать свой код вот ну это улучшает читабельность и бы это круто да это удобно дальше в коде javascript могут использоваться комментарии комментарии не обрабатываются интерпретатором javascript и никак не учитываются в работе программы одни предназначены для ориентации по коду чтобы указать допустим что делает тот или иной фрагмент вашего кода комментарии могут быть однострочными для которых используется двойной slash ну давайте сейчас для примера вам покажу да допустим если вы хотите обозначить что допустим первая строчка у нас выводит что-то так двойной slash и пишем допустим вычисление выражение вот написали комментарий допустим первой строчки на замечательно вот кроме однострочных комментариев могут использоваться и многострочные такие комментарии заключаются между символами слэш звездочка далее текст комментария потом закрывающий да у нас звездочка слэш ну и давайте собственно для примера ну давайте нам уберем пробел и напишем какой-нибудь на строчный комментарий то есть слэш звездочка звездочка слэш и внутри данной конструкции напишем допустим следующее вывод сообщение допустим там enter еще раз enter давайте так напишем на вывод сообщения ну и допустим сюда добавим и так арифметическая операция замечательно в общем мы написали комментарий к нашим инструкциям повторюсь комментарии не выполняются это чисто для вашего удобства удобства и так что же мы сегодня с вами рассмотрен как бы базовые функции базовый синтаксис до основы синтаксиса что вам следует запомнить в теле данного урока да то есть ключевое слово вар для объявления переменных ну и то что java script скажем так он пишется инструкциями каждая каждая инструкция разделяется точкой запятой то есть до заканчивается и и скажем так основная моя рекомендация то что каждую инструкцию желательно писать с новой строчки это делает ваш код более читабельным и скажем так запутаться в таком коде гораздо сложнее а и по поводу комментариев до однострочные многострочные комментарии сразу же на будущее всегда пишите комментарии чтобы быстро ориентироваться в своем коде ну и дабы чтобы там допустим человек с вашей команды разработки ну и либо там вы через месяц могли быстро сориентироваться в вашем коде то есть комментарий это обязательно такой лайфхак для вас на будущее итак дорогие друзья в следующем уроке мы рассмотрим с вами консоль браузера конструкцию консол лог и документ write подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые ролики пишите ваши грамотные и веселые комментарии ставьте ролику лайк если было полезно как всегда традиционно уже ссылки на наш твиттер и телеграм в описании группа фейсбук будет немножко позже ну все друзья спасибо всем и до новых встреч пока пока